Гражданская война учинила страшные разрушения, подорвав экономику и отбросив страну в развитии на годы назад. И это не говоря уже о том, что миллионы людей стали ее жертвами. Противостояние красных и белых продолжалось несколько лет, но в итоге завершилась победой большевистских сил, породив тем самым новое государство. Революция произошла в 1917 году и к власти пришло Временное правительство, свергнутое в 1918 году. Именно поэтому, согласно российскому законодательству, считается, что Гражданская война началась в 1918 году, а закончилась в 1922. Фактически, началась она с Февральской революции, а Октябрьская революция дала ей новый толчок. Точнее, после Первой революции огонь грядущей войны потихоньку тлел, а потом разгорелся всерьез. Белогвардейцы в 1920 году провозгласили Омск столицей России. Эту функцию город выполнял на протяжении полутора лет. В ходе Гражданской войны в России было провозглашено независимое государство Дальневосточная республика. Она существовала около двух лет, выполняя роль буферного государства между Россией и Японией. Официально Гражданская война завершилась 30 декабря 1922 года, когда было подписано соглашение об образовании СССР. Согласно статистическим исследованиям, за годы войны погибло около 10,5 миллионов человек. После Гражданской войны около 2 миллионов русских эмигрантов отправились на поиски лучшей жизни в другие страны. Многие уехали в Европу, США и Южную Америку, в частности в Аргентину. Там и сейчас живет множество русских. Временное правительство возглавлял Керенский, который пришел к власти в результате Февральской революции. Но позднее, в ходе Октябрьской революции, он был свергнут большевиками. После Гражданской войны большая часть частной собственности была национализирована. Не все участники Гражданской войны в России поддерживали красных или белых. Многие из них не были согласны ни с теми, ни с другими. Их обычно объединяют под собирательным названием «зеленые», потому что вооруженные силы большинства из них вели в той или иной степени партизанскую борьбу. Во время Гражданской войны в России войска в нашу страну ввели более 10 стран. Большинство из них поддерживало белое движение. Свои войска прислали даже такие отдаленные государства, как Индия и Австралия. С 1918 по 1922 год на территории бывшей Российской империи успели появиться и распасться несколько десятков государственных образований. После Гражданской войны в России наступили голодные времена, так как сельское хозяйство было подорвано, а уровень производства упал примерно на 40%. Дольше всего сопротивление белогвардейцев продолжалось на Дальнем Востоке. Там оно фактически было подавлено лишь в июне 1923 года. После начала Гражданской войны белое движение поддержало чуть более половины офицеров. Остальные в массе своей примкнули либо к красным, либо к разнообразным зеленым. Благодарю вас за просмотр и до новых встреч!